В спорткомплексе Подмосковья состоялся матч на первенство Московской области по мини-футболу среди команд 2006-2007 года рождения. Спортшкол Щелково и Мытищи. Этот отборочный этап является первым этапом чемпионата России. Матч начался энергично. Обе команды держались на поле уверенно и не уступали друг другу. Схватка была напряженная и вот наконец на 18-й минуте первого тайма Артемий Минаев из Щелково забивает мяч в чужие ворота. Болельщики ликуют. До конца этого тайма наши ребята сохраняют лидерские позиции, не позволяя футболистам из Мытищ их обойти. Первый тайм для нашей Щелковской команды закончился очень хорошо. Они сумели забить один гол. Но до финала еще все может измениться, поэтому ждем и совсем скоро узнаем, как же окончится этот матч. Вот так стремительно второй мяч в ворота соперников был забит щелковскими футболистами на второй минуте второго тайма. Перерыв после первого у ребят был совсем недолгий и они буквально сразу же ринулись в бой. На протяжении оставшихся 23 минут команда из Мытищ всеми силами пыталась реабилитироваться и загнать мяч уже в наши ворота. Но этого так и не случилось. Щелковская команда одержала победу со счетом 2-0. Важно отметить, что щелковские игроки с задачей справились отлично и уже досрочно заняли первое место в первенстве за три тура до конца. А сегодня играли с Мытищами. Это наш исторический принципиальный соперник, потому что у нас все время дерби. Это как L-классика, наверное, наша областная. Все время то Мытищи выигрываем, то мы выигрываем. Поэтому очень принципиально было сегодня выиграть игру, несмотря на то, что мы уже досрочно все решили. Сыграли 16 игр, 15 побед, одна ничья. Ну не получилось, но сильнее команда щелковала. Они не зря стали чемпионом еще до этого тура. Где-то мы не смогли свои немногочисленные моменты реализовать. Щелковские футболисты, которые в этом матче забили те самые два мяча, уверены, самое главное – это тщательная подготовка перед игрой. Ну и, конечно, настрой на победу. Ну не сказать, что легко, просто больше хотели выиграть. Мы настраиваемся на каждую игру. Впереди у ребят еще одна игра с футболистами из города Серпухов. Пожелаем нашей команде удачи. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.